Хаббл обнаружил голодную черную дыру, скручивающую захваченную звезду в форму пончика. Черные дыры – собиратели, а не охотники. Они лежат в засаде, пока несчастная звезда не пройдет мимо. Когда звезда подходит достаточно близко, гравитационная хватка черной дыры ерусно разрывает ее на части и небрежно поглощает ее газы, изрыгая интенсивное излучение. Астрономы, использующие космический телескоп NASA Хаббл, подробно записали последние моменты звезды, когда ее поглощает черная дыра. Это называется событиями приливного разрушения. Но формулировка противоречит сложной, грубой жестокости столкновения с черной дырой. Существует баланс между гравитацией черной дыры, притягивающей звездное вещество, и излучением, выдувающим материал. Другими словами, черные дыры – это беспорядочные едоки. Астрономы используют Хаббл, чтобы выяснить подробности того, что происходит, когда своенравная звезда погружается в гравитационную бездну. Хаббл не может сфотографировать хаос приливного события ЭД-2022DSB вблизи. Поскольку звезда находится на расстоянии почти 300 миллионов световых лет в ядре галактики ИСУ-583-G004. Но астрономы использовали мощную ультрафиолетовую чувствительность Хаббла для изучения света от измельченной звезды, которая включает водород, углерод и многое другое. Спектроскопия дает криминалистические подсказки к убийству в черной дыре. Астрономы с помощью различных телескопов обнаружили около 100 приливных разрушений вокруг черных дыр. Недавно НАСА сообщило, что несколько его космических обсерваторий с высокой энергией заметили еще одно событие приливного разрушения черной дыры 1 марта 2021 года. И это произошло в другой галактике. В отличие от наблюдений Хаббла, данные были собраны в рентгеновском свете от чрезвычайно горячей короны вокруг черной дыры, которая образовалась после того, как звезда уже была разорвана на части. Тем не менее, все еще очень мало приливных явлений, которые наблюдаются в ультрафиолетовом свете, учитывая время наблюдения. Это действительно прискорбно, потому что из ультрафиолетовых спектров можно получить много информации. Мы рады, потому что можем получить эти подробности о том, что делают обломки. Приливное событие может многое рассказать нам о черной дыре. Изменения в состоянии обреченной звезды происходят порядка дней или месяцев. По оценкам, для любой данной галактики, с неподвижной сверхмассивной черной дырой в центре звездное измельчение происходит всего несколько раз за каждые 100 тысяч лет. Это событие звездного перекуса AT2022DSB было впервые зафиксировано 1 марта 2022 года с помощью All Sky Automated Survey for Supernovae. Сети наземных телескопов, которые примерно раз в неделю просматривают вне галактическое небо на предмет сильных, переменных и переходных событий, которые формируют нашу галактику. Это энергетическое столкновение было достаточно близко к Земле и достаточно ярким, чтобы астрономы Хаббла могли проводить ультрафиолетовую спектроскопию в течение более длительного, чем обычно. Периода времени. Обычно такие события трудно наблюдать. Возможно, вы получите несколько наблюдений в начале разрушения, когда оно действительно яркое. Наша программа отличается тем, что она предназначена для наблюдения за несколькими приливными явлениями в течение года, чтобы увидеть, что произойдет. Мы увидели это достаточно рано, чтобы наблюдать на этих очень интенсивных стадиях аккреции черных дыр. Мы видели, как скорость аккреции падала, со временем превращаясь в струйку. Спектроскопические данные Хаббла интерпретируются как поступающие из очень яркой, горячей области газа в форме пончика, которая когда-то была звездой. Эта область, известная как Тор, размером с Солнечную систему, вращается вокруг черной дыры в центре. Мы смотрим где-то на краю этого пончика. Мы видим звездный ветер от черной дыры, проносящийся над поверхностью, который проецируется на нас со скоростью 20 миллионов миль в час, 3% скорости света. Мы действительно все еще размышляем об этом событии. Вы измельчаете звезду, а затем у нее есть этот материал, который проникает в черную дыру. Итак, у вас есть модели, в которых вы думаете, что знаете, что происходит, а затем вы получаете то, что видите на самом деле. Это захватывающее место для ученых, прямо на стыке известного и неизвестного, телескоп Джеймса Уэбба разгадывает тайны Вселенной. Увидимся в космическом пространстве с Космосом-1.